У меня проблемы с этим стиховарением такие. Во-первых, я, опять же, говорю, что я не понимаю, почему это должно быть эмигрантское. Тут, безусловно, есть какое-то чувство отчуждения и ностальгии, почему-то что оставлено, и что включает в себя эмигрантские ощущения. Хотя в наше время слово эмигрантское имеет абсолютно конкретное выражение, то есть ты сразу настраиваешься на какую-то тему. И с моей точки зрения, вот это название, может быть, даже это вообще дать без названия. Мне кажется, стиховарение это выиграет, если вообще названия не будет, потому что название несколько уводит куда-то в сторону, и ты ждешь немножко другого. Вот. Потом, мне кажется, что здесь есть, безусловно, чувство. Это, этому человеку, автору есть что сказать. Это не фальшивое чувство. Оно действительно у этого человека есть. Но, мне кажется, оно выражено мутновато. Может быть, здесь этот текст должен несколько полежать, так сказать, над ним нужно подумать. Вот. Ну, в частности, кроме того, что говорили, мне еще показалось, что здесь имеется такая вещь, как очень из разных мест притянуты слова. С одной стороны, слова там стезя, мысли, безвестность, беззаботность, мечты, души парения. Одновременно тактичность, практичность и расторопность. Когда имеется такой невероятный диапазон понятий, это должно быть невероятно жестко оправдано в тексте. Автор должен знать, зачем он это делает, и должен это иметь в виду. Иначе, так сказать, понятно, что они просто набраны, так сказать, откуда. Так, следующее стихотворение, номер 10, которое называется «За гранью». Однажды я заблудилась в трех соснах. Продолжение следует...